Я, семейный психолог Надежда Бушмелева, приветствую вас в программе «Практическая психология». Тема программы «Конфликты в коллективе. Как в этой ситуации выжить и процветать». Сегодня я пригласила обсудить эту тему шеф-редактора тематических программ нашей радиостанции Светланы Удельной. Света, здравствуйте. Здравствуйте. А также практического психолога, преподавателя, психотерапевта Ольгу Щасливцеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Света, за свой творческий путь. У вас, конечно же, было много коллективов, правда? Было. Было. Случалось ли когда-нибудь такое, что вы оказывались втянуты в конфликтную ситуацию? Было такое. Я, в принципе, сама по себе очень эмоциональный человек, поэтому в те времена по молодости, когда еще не умела себя контролировать, это было достаточно часто. Сейчас я более-менее уже начинаю понимать, где, когда и как нужно себя вести. Но были разные ситуации. Действительно, было очень много коллективов, много где я работала. Разные были и обстоятельства. Я помню, что, например, из этой студии однажды я вылетела, хлопнула дверью, потому что звукорежиссер не смонтировал мою программу, и мы очень сильно поссорились. Мы, конечно, потом с ним помирились, но так или иначе, ну, вспылила. И, наверное, не так я должна была повести себя, но так или иначе. Более серьезные ситуации были, когда действительно возникает какой-то вопрос нерешенный, такая вот ситуация, и вроде бы кто-то должен пойти навстречу, и чтобы состоялся тот сам разговор, где бы прозвучали все претензии, все вопросы были бы озвучены. Но ведь это так сложно сделать этот первый шаг. Ты боишься, и поэтому ты ходишь с таким каменным лицом, а человек думает, что да у нее корона выросла на самом деле звездная болезнь. А ты, на самом деле, просто не знаешь, как себя вести, как подступиться к этому человеку, с которым у тебя сложились такие вот конфликтные ситуации. И, ну, дай бог мудрости в этом случае, конечно, все-таки, ну, как-то сделать тот самый шаг, поговорить. И было такое, я делала этот шаг, и это, наверное, самый верный способ, как разрешить конфликтную ситуацию. Хорошо, сегодня попробуем, да, разобраться в теме не только межличностных конфликтов, но и больше, наверное, будем акцент делать на конфликты в коллективе. Потому что это и актуально, и я думаю, что очень многим интересно. Оля, скажите, пожалуйста, вот вы, например, приходите куда-то в коллектив, можно сразу же определить, есть ли здесь конфликтная ситуация, или же здесь всё, тишь, благодать, всё великолепно. Надежда, да, я думаю, не только профессиональный психолог может определить, есть конфликт в организации или нет, а может определить и почувствовать каждый человек. Ведь иногда заходишь в какой-то коллектив, открываешь дверь и чувствуешь, ой, как здесь здорово, как здесь приятно, и расслабляешься. А бывает так, что заходишь, вроде бы внешне, всё приятно, прилично, хорошо, но как-то не по себе. А как это понять, по атмосфере? Это можно понять по атмосфере, но сначала, я думаю, можно понять по собственным ощущениям. Ведь это ощущение всегда рядом с нами. Поэтому это неуютно, некомфортно, может быть, как-то вот зажимается тело, напрягаются мышцы. И это не всегда потому, что вы волнуетесь, а это может быть потому, что вы реагируете на атмосферу. А как эту атмосферу можно почувствовать, конфликтная она, напряжённая или нет? Люди могут быть очень молчаливыми. Вы зашли, а на вас никто не посмотрел, не обратили внимания. Проигнорировали, да? Да, проигнорировали. Или же люди начинают шушукаться, переглядываться, но молчать. Ну, таких способов, как распознать. И вообще, как мы это понимаем, каждый внутри себя сейчас может вспомнить и наверняка найдёт. Да, иногда, знаете, вот бывает, приходишь, например, да, тебя даже вот как секретарь встретят, да? Или к тебе улыбнулись, расположили, да, задали вопросы, что-то там, о погоде поговорили, да? И если, например, там высокий уровень конфликта, да, в этой организации, то чаще всего мы видим с вами, что люди всё время в закрытой позиции, да? Да, нету ни сил, ни желания, ни возможности быть открытым в общении, быть доброжелательным. Просто не хватает душевных сил часто. Скажите, насколько сейчас вот проблема конфликтов в коллективе актуальна и действительно важна ли она? Конечно, актуальна и важна. И дело в том, что конфликты, они ведь не живут сами по себе. Часто усталость, ощущение груза, проблем и постоянно меняющихся обстоятельств, условий. Вот сейчас веяние и знак времени нет стабильности. Единственная стабильность — это бесконечные перемены. И люди живут в напряжении. И вот это напряжение, оно и провоцирует обострение отношений и конфликты. У людей не хватает иногда душевных и моральных сил, не говоря уже про знания, как себя вести деликатно, уважительно, этично. Вот смотрите, организация — это живой организм такой, да? В итоге получается, что мы можем рассмотреть эту организацию с нескольких сторон. Да. Что это за сферы? Вот спасибо большое за вопрос, потому что этот вопрос как раз-таки о причинах, почему конфликты возникают. Очень часто руководители отделов или руководители своего дела, бизнеса воспринимают организацию с одной, двух сторон. Но на самом деле организация, она одновременно и равноправно, равноценно живёт в трёх плоскостях. Что это за плоскости? Как экономическая система, ведь каждая организация создаётся ради прибыли. Как система менеджмента, то есть в каждой организации есть управленцы. И управленцы-менеджеры живут только в организации для того, чтобы управлять всеми процессами. И организация, она ещё и как социально-психологическая система тоже существует. И вот эти три плоскости – экономическая, управленческая и психологическая – живут одновременно. И очень важно, чтобы руководитель это понимал. Очень важно. Что действительно, если важна экономическая сторона и управленческая, безусловно, важна, то и психологическая тоже. Да, то есть это как три кита существования организации. Организация крупная, где есть такой человек, который психолог. И он как раз помогает в таких ситуациях. Но насколько это распространено сейчас, что психолог действительно нанимают? Что является вообще, может быть, членом команды, да? Да. На самом деле сейчас довольно часто в организациях уже существуют психологи. Но вот вопрос в том, чем занимается этот психолог. Потому что спектр задач может быть здесь абсолютно разный, и он довольно широк. Очень часто психологи занимаются подбором персонала. Что тоже немаловажно. Это очень важно. Если это сделано на профессиональном уровне, то тогда мы с вами можем видеть, что, например, определенные психотипы, которые могут постоянно регулярно конфликтовать друг с другом, они уже не окажутся в одном общем, например, помещении или в одном общем отделе. Да, совершенно верно. И очень часто психологи занимаются именно подбором персонала. А вот управление конфликтами, мотивация, понять, какому человеку, какому сотруднику, какие мотиваторы подходят и будут рабочими. Вот на это часто не хватает по естественным и нормальным причинам времени. И эти знания в зону забвения куда-то улетают. И чаще всего бывает так, что когда уже действительно вот этот нарыв образовался в коллективе, и тогда уже приглашают стороннего, например, специалиста, психолога, конфликтолога, который, не занимая ничью позицию, смотрит на этот процесс и помогает его решить. Но это, опять же, должно хватить мудрости и знания у руководителя, чтобы этого человека пригласили для того, чтобы он всё это сделал. А можно вот простым человеческим языком рассказать, какие конфликты бывают в коллективе? Какие конфликты бывают в коллективе? Ну, конфликты межличностные. Что делят? Да. И почему они возникают, вот эти межличностные конфликты? Что делят и почему возникают? Ну, я бы сначала сказала, почему они могут вообще возникнуть. То есть очень часто конфликты возникают, исходя из личностных особенностей сотрудников. Есть конфликтные личности, демонстративные. Это у них нутро такое и характер, который можно менять, но и темперамент. То есть они подпитываются от этого? Они подпитываются. Вот так они устроены. И меняться не собираются? Очень часто да, потому что это такая характерологическая особенность, черта, которая проявляет человека как уникального. Все же мы индивидуальны и уникальны. Вот есть и такие личности. Бывает так, что мы что-то сказали и даже не поняли, что мы обидели человека. Бывает так, что мы что-то сделали или не сделали. И это тоже повод. Да, вот я на себя же все примеряю. Я на самом деле такой человек, я всегда обижаюсь. Мне очень сложно с собой бороться и понимаю, что это неправильно. Моя мнительность. Человек пришел в плохом настроении, а мне кажется, у него плохое настроение, потому что я его обидела. А это вообще не так. Или он что-нибудь мне сказал и даже не подумал о том, что это может меня задеть или расстроить. А у меня действительно грусть печали очень сильная. Я все перевожу на себя. И это моя проблема. Я стараюсь с ней, конечно, бороться. Вот, Надь, приду к вам обязательно на консультацию. Вот с этим я тоже хочу бороться. Помогите мне с этим. Хорошо, договорились. Вот сейчас можно я прямо такую вставочку нашла, очень интересно, прямо зачитаю. Итак, есть такая порода людей, агрессоры, да, добровольно вступающие в конфликтную коммуникацию. Человек, как правило, уже пережил чувство унижения. Вот именно мы сейчас говорим про агрессоров. Такое чувство, к сожалению, переживал практически каждый, но для некоторых людей опыт унижения оказывается разрушительным. Например, может быть, вот этот опыт, да, когда меня все время унижали, да, был получен в детстве, например, от значимых для ребенка людей. Ну, или же в определенный там период какой-то тоже значимой жизни. Так вот, таким людям свойственна подозрительность, стремление постоянно контролировать свое окружение. То есть вот как раз вот то, что вот говорилось у нас, да, что вот вроде бы ты пришла с плохим настроением, и оно никакого отношения ко мне не имеет, да. Но я уже начинаю примерять вот эту, да, ситуацию. Поэтому, значит, что мы с вами должны понимать? Вот эта обидчивость, она складывается не потому, что вот я прямо такая вот вся такая обидчивая, да, а потому что какой-то есть жизненный опыт, с которым ты вот сейчас по жизни идешь. Не потому что я такая капризная. Конечно, да. Совсем не поэтому. Иногда, когда объясняешь человеку, что есть же такие вот моменты, когда ты приходишь, опоздал там, да, у тебя плохое настроение, и ты просто коллективу говоришь, ребята, это не на ваш счет, это все мое внутреннее, поэтому давайте я сейчас отдышусь. Но каждый раз же не будешь так говорить. А на самом деле, почему бы и не говорить так каждый раз? На мой взгляд, чисто человеческий, ну и профессиональный, это культура поведения. Когда ты говоришь, дорогие друзья, я злой, не подходите ко мне, сейчас вот пройдет 15 минут, и я сам к вам подойду. То есть это проявление заботы о других людях, которые тебя окружают. И, кстати говоря, по поводу вот той самой обидчивости, о той травме психологической, какой-то сложной ситуации, которая произошла далеко в детстве. Вот, кстати, именно вот такая ситуация, она и формирует обидчивость. То есть это как неадекватное восприятие ситуации или окружающего пространства. То есть получается, что такое неадекватное восприятие, оно и создает конфликтные ситуации. И специалисты, и следователи считают, что 80% всех конфликтов происходит именно по этой схеме. Поэтому вот я сейчас вынесла вот прямо этот отрывок из статьи. Причем очень интересные еще моменты, да, когда, например, в коллективе начинаешь разбираться, то спрашиваешь, а вот ты действительно хотел обидеться на этого человека? Или это уже, знаешь, стало привычкой? У меня привычка, любая реакция вызывает обиду. И когда человек начинает себя контролировать... Вот он сейчас меня обидел, но ты обижаешься только тогда, когда ты хочешь обидеться. Понимаешь, да? Вот когда ты начинаешь смещать вот эти центры, ты начинаешь регулировать свое общение с коллегами. Тут вопрос возникает, а как же смещать эти центры? Где же взять эти силы? Ведь часто у людей не бывает этих сил, согласны? Да, абсолютно. Ну и как это мы будем делать? Ну, на самом деле, эта тема уже не конфликтов в организации и не управления конфликтами в организации. Это тема уже личной работы над собой, индивидуальной. Очень важно просто узнать, что это не другие виноваты, а это что-то вот у меня там внутри болит, и я уже взрослый, мне 30, а бывает и за 40, а я все еще реагирую. И одно дело понять, как я понимаю, но вот научиться с этим бороться пока что сложно. Согласна, но очень важно сначала узнать, ведь все беды у нас, как говорят мудрецы, от незнания. Вот когда вы уже теперь знаете, что это не потому, что я не в порядке, это не потому, что окружение виноват, это еще хуже, кстати говоря. Или потому, что меня все не любят. А тут важно понять, что, оказывается, действительно, есть какая-то причина во мне, но я вот так в детстве тогда не смог по-другому среагировать. И с этим можно справиться. И мне кажется, еще вот почему бывают конфликты, человек не умеет воспринимать критику. И опять же, не потому, что он плохой, а потому, что, видимо, однажды что-то произошло в его жизни, возможно, в детстве, что он до сих пор пытается угодить, вот как маме пыталась угодить, чтобы мама похвалила. Он так до сих пор старается быть таким молодцом, и вроде бы надо уже как-то отпустить это, а не получается. Хорошо. Очень приятно, что это прямо из жизни мы сегодня выносим на программу. Давайте сейчас попробуем вернуться из межличностных конфликтов, в конфликты, которые в коллективе. Я хочу задать вопрос, Ольга, как конфликты влияют на коллектив? Это во-первых. Во-вторых, и, соответственно, на качество работы, и как дальнейшее уже, как следствие, на деятельность всей организации? Ведь это все взаимосвязано. Совершенно верно, это все взаимосвязано, и каждый разумный, думающий человек это понимает. Так вот, как конфликты влияют? Во-первых, они влияют действительно на качество работы, потому что люди приходят не работать, а конфликтовать, да? Если есть конфликтная ситуация. Ну, потому что, когда есть конфликт, я прошу прощения, что я тут вставила свои пять копеек, то люди начинают думать о другом, а не о работе. У них повышается тревожность, появляется в связи с этим неуверенность в себе, неуверенность в своем профессионализме часто, неуверенность в себе, как в человеке. Самооценка падает. Поэтому это, естественно, влияет на качество. А если, например, руководитель и подчиненный конфликт, и подчиненный даже боится подойти к своему руководителю, вроде бы рабочие вопросы, которые нужно решить. А ты сидишь и думаешь, нет, я лучше сам тут как-нибудь порешаю все эти вопросы. Чтобы лишний раз не попадаться ему на глаза. Да. И тут уже не стоит вопрос о том, чтобы вместе покреативить, что-нибудь придумать, совместный продукт какой-нибудь, ну, как-то вот так вот взаимодействовать, как, в принципе, подчиненный должен взаимодействовать со своими руководителями, равно наоборот. И тоже вот в случае жизни, была у меня такая ситуация, когда конфликты на работе, и у тебя уже нет сил, у тебя нет желания ходить на работу. То есть ты приходишь, и, ну, вот опять вот эта вот атмосфера. И я искала другую работу, хотя я любила эту работу, та, на которой я была. И, соответственно, компания теряет меня как специалиста, я уходить не хочу, и, в общем, ну, это может привести к тому, что могут и как-то и все разойтись, и коллектива-то уже не будет. Действительно. А вот кто должен вот в этой ситуации, которую Светлана сейчас вынесла на обсуждение, кто должен был принять решение вот в этой конфликтной? Вы знаете, это такой очень важный и очень одновременно сложный вопрос, потому что бывают такие ситуации, когда руководитель сам провоцирует конфликт, создавая эту ситуацию. Например, позволяет себе принять решение, ну, допустим, лишить премии или урезать заработную плату, не объяснив причин, а почему так произошло. На вопрос сотрудника, а почему, он может, например, сказать и так, «А я вас так учу». То есть это мой урок, да? Да, это вот вроде как твой урок, который я решил тебе дать, преподнести. И получается вот тут вопрос, кто должен подойти первым? И я думаю, тот, кто умнее, то есть тот, кто обладает нужными знаниями, у кого внутри получается на данный момент сильнее волевое регулирование, воля. Я думаю, что здесь нет правильных ответов. Руководитель должен подойти. Руководитель вообще-то бы должен, потому что у него статус выше, и возможностей, и полномочий больше. Но не всегда такое бывает в жизни, да? Но не всегда так получается, потому что все мы люди. Но опять же, руководителями не рождаются, а становятся. Становятся. Поэтому если у сотрудника, у подчинённого есть знания, есть внутренняя решимость, и он подходит первым, то тут, конечно, надо задаться вопросом. О профпригодности руководитель должен задать себе вопрос. Поэтому очень важно всё-таки профессиональные психологические знания хотя бы на минимальном уровне иметь в своём арсенале управленческом. Это на заметку руководителям. Да, действительно так. Я, кстати, вот тоже, если можно, я ещё один пример приведу, не со мной связанный, но я как раз замечала, когда руководитель создавал специально эту конфликтную ситуацию, чтобы выжить человека, чтобы человек просто уволился. Вы знаете, это, конечно, очень печально. Не у каждого хватает опять-таки сил или, может быть, этических каких-то внутри моментов для того, чтобы по-честному предложить человеку освободить место. И самое тяжёлое, когда человека выживают. И ещё, знаете, есть такая фраза. Конфликты – это не повод увольняться с работы. Повод увольняться с работы, когда нет перспектив. Однако, если конфликты создают такую атмосферу и ситуацию, что и уже перспективы перекрываются, то, соответственно, выбор можно сделать. Можно сделать, действительно. Оля, скажите, пожалуйста, какие есть такие маркеры, по которым мы с вами можем говорить о том, что в этом коллективе много конфликтных ситуаций. То есть, например, я сегодня пришла устраиваться на работу, у меня есть месяц на то, чтобы осмотреться, ко мне будут присматриваться, я присматриваюсь и определяю для себя, моя ли это компания или не моя эта компания. Как я вот в течение этого месяца могу определить для себя, потому что не сразу же эти подводные течения появляются. Плюс ты ещё волнуешься. Да, хочешь понравиться там, да. Может быть, пытаешься наработать какую-то компетенцию в этом коллективе. Но какие-то звоночки, наверное, такие всё равно есть. Поняла, о чём вы спрашиваете. Но, во-первых, хочется сказать, что конфликты, они повсеместны. Вот там, где есть люди и там, где есть взаимодействие между людьми, конфликты всё равно есть и будут. Это нормально, этого не надо пугаться. То есть, если есть конфликты, это ещё не повод думать, что это не моя организация и там просто змеиное гнездо. Надо просто для себя, во-первых, понять, готов я принимать решения и участвовать. В этих конфликтах? Не в конфликтах, а в управлении этими конфликтами. Либо же я готов это переложить на других людей. Ну вот смотрите, например, сразу же давайте так к жизни возвращаемся. Приходит новичок в коллективе, и вот тут начинают сначала присматриваться к нему и потом думают, ну и так, в какую же компанию, кто против кого дружить будет? Вот это самое. Куда же он принкнёт? Или вот к тем старичкам, или вот к этим новичкам, которые там говорят, да что там, вы мастодонты сидите и не шебуршите, там, да, образно говоря, вот человек может, войдя в коллектив, не примкнуть ни к одной из группировок? Ну это довольно сложно, и если у него это получается, ну возможно, просто должность обязывает не примыкать ни к какой группировке. Например, психолог. Считается, что он не должен ни с кем прямо дружить-дружить. Со всеми иметь деловые, конструктивные взаимоотношения, доброжелательные, да. Если ты руководитель, очень важно не примыкать ни к какой группировке. И здесь, конечно, надо понимать, насколько вы готовы быть центром или эпицентром внимания к себе, потому что против такого человека могут сразу же все силы быть направлены. Конечно, очень многое зависит от самого человека. Если ты пришёл в коллектив и сразу же настороженно решил защищаться или быть в стороне, да, то это напряжение чувствуется, и люди подсознательно могут почувствовать недоброе, вот неадекватно воспринять твоё поведение. Очень важны ещё всё-таки личные качества, общение, открытости. Мне кажется, экстраверту тут будет попроще. Согласна, абсолютно. Но эти качества характера экстравертированные, экстравертные, их ведь можно развивать. Я, например... Очень сложно. Я, например, могу сказать на своём примере, что вообще-то я интроверт и флегматик. Вот и я. Он же. Но очень многие... Ну, кто бы про нас с вами сказал, что мы такие. Правда? Да, действительно. А давайте сейчас попробуем. Может быть, не все слушатели знают, кто такие интроверты и экстраверты. Оля, расскажите нам поподробнее. Хорошо, с удовольствием. Экстраверты и интроверты – это такие типы реагирования на внешнюю среду. Это определённые ещё и состояния и модели поведения. Так вот, интроверты, интро – внутри. То есть человек направлен внутрь себя. У него очень богатая внутренняя жизнь, переживания, эмоции. Очень много внутренних диалогов может быть. Такой человек, интроверт, очень часто много думает и планирует, как я это сделаю. И реже он это делает. То есть тратит много сил, прежде чем сделать первый шаг. Такие люди внешне спокойные, доброжелательные, мягкие в общении, не являются часто инициаторами общения. Молчуны, например. Их можно воспринимать как не очень уверенными в себе, в своём поведении. Их даже голос звучит не очень уверенно, даже не мягко, а всё-таки не уверенно. Экстраверты. Экстра, то есть направленные вовне. У таких людей очень бурная внешняя жизнь, которую замечают абсолютно все. Они обладают громкой, уверенной, яркой речью. Они с удовольствием общаются, устанавливают связи, контакты, знакомятся. Они могут в коллективе быть таким вот центром общения, центром притяжения эмоционального. Возможно ли трансформация из интроверта в экстраверт в течение жизни? Я не могу сказать, возможно ли прямо перекроить себя, родиться заново. Потому что это всё-таки ещё и тип нервной системы, который нам даётся от рождения. И его-то мы поменять точно не можем. Но однозначно можем усилить свои качества и свои сильные стороны. Отлично. Потому что иногда нужно так действительно сделать. Жизнь заставляет. Вот я интроверт, я работаю журналистом, занимаюсь общественной деятельностью. Соответственно, я должна быть экстравертом. И вот вопрос, как в себе это развивать? Ну как в себе развивать? Можно прямо немножко практики? Вы знаете, могу рассказать просто про себя. Личные примеры своей жизни. Я заканчивала школу, и я была скромной, вот как раз-таки очень интровертированной личностью. И пошла учиться на психолога. Это то, куда мне очень хотелось. И мне, конечно, хотелось как-то себя заявить уже по-другому. Потому что в школе я так устала быть вот этой вот, ну, неприверенной, неприметной. Вот как-то вот озираться по сторонам. Я говорю, мама, спросила я у мамы, говорю, ну вот как мне, я так вот стесняюсь выходить. Она говорит, Оля, ну представь, там тебя никто не знает. Они не знают, что ты неуверенная можешь быть. Они не знают, что ты чего-то не знаешь. Ты просто выйди, выйди и сделай это. Выйди и ответь. Выйди и расскажи доклад. Я помню, как мне это было сложно. Но мамины слова, что ты просто это сделай, меня очень поддержали. Вот ещё есть такая теория маленьких шагов. Когда ты на каждый день себе какую-то ставишь маленькую пусть, но цель. И когда ты её добиваешься, то есть ты каждый раз планку всё выше и выше поднимаешь. Тем самым развивая себя саму, как личность. Вы знаете, я хотела бы ещё привести один пример, который лично меня очень вдохновляет. Я сегодня шла на эфир. Конечно, я волновалась. Почему? Потому что для меня это впервые. Как для психолога. И вот что меня поддержало. Однажды Папа Римский Павел III великому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу подарил совет, метафору. В общем, дело было в том, что Ростроповичу и Вишневской, Вишневская это оперная певица, им пришлось эмигрировать из России, из Советского Союза тогда. И это повлекло вороха проблем. И Ростропович это воспринимал, что у меня гора проблем, у меня Эверест проблем. И Папа Римский ему говорит, вы знаете, у вас есть только одна проблема, а у Ростроповича внутри у меня Эверест проблем. Он говорит, у вас есть только одна проблема. Решать для себя, что делать. Вот представьте, что между вами и Господом Богом, говорит Папа Римский, есть лесенка вверх, золотая. И прежде чем сделать шаг, подумайте, это шаг вверх или шаг вниз. И каждый раз, когда вы думаете, сказать или не сказать, проявить себя или не проявить, а вы подумайте, представьте эту золотую лесенку, и подумайте, это шаг вверх или куда-то в другую сторону. Ну что, а теперь вернёмся, ещё очень интересная тема, я бы её продолжала до бесконечности. Но у нас сегодня с вами тема – это конфликты в организациях. Поэтому я ещё раз напомню вопрос, который хотелось бы услышать. Как распознать конфликты в коллективе? Вот, может быть, мы как раз поговорим про конфликтогены. Давайте поговорим про конфликтогены. Что такое конфликтогены? Мы это слово будем употреблять, чтобы было короче. Так вот, это слова, действия или отсутствие действий, которые могут привести к конфликту. Это как раз-таки иногда мы введём себя как-то, и мы даже не понимаем, что мы создаём конфликтную ситуацию. Так вот, какие же бывают виды этих самых конфликтогенов? Как можно понять в организации, в коллективе, вот люди, они создают конфликт или нет? Так вот, это бывает такое прямое негативное отношение к человеку. Вот прямо напрямую, не стесняясь, люди могут применять угрозы. Если ты этого не сделаешь, я тебя уволю. Или если ты не... Сталкивались с таким, да? Ну, например, принуждают работать по праздникам или выходные. Или замечания, критика, причём не учитывая индивидуальных особенностей человека и вообще забывая про этические нормы, как это можно делать. Насмешки, сарказм, ну и издёвки такие. Ну да-да-да. Мы ещё посмотрим, что из тебя получится. Конечно, это всё дезорганизует человека внутри, но это ещё и создаёт атмосферу-то какую? Со знаком минус, скорее всего. И вот такая форма поведения, она создаёт конфликты, согласны? Да, а ещё вот бывает так, например, особенно-то в женских коллективах, да? Например, девочки, пойдёмте пить чай, да? И вот кто-то идёт пить чай, да? И о детях, о семье, о мужчинах, о жизни, о политике, да? А вот кого-то не приглашают, просто не хотят, чтобы она была там, да, например... Ну это такая форма, наверное, издёвки, игнорирования, да. Это тоже является одним из причин конфликтной ситуации, конфликтогеном. Хорошо, можно... Нет, это ещё не всё, конечно. Да-да-да, я хотела дальше ещё услышать. А что ещё? Как ещё распознать? И вот мы сейчас об этом говорим, я предлагаю слушателям подумать, есть ли такое у вас в коллективе, есть ли такое между вами. Например, бывает так, что человек неосознанно, а бывает и осознанно, позиционирует себя заведомо выше другого или другого заведомо ниже себя. Вот демонстративные личности часто так делают, но они это делают неосознанно. Ну, например, они могут как-то унизительно утешить тебя, подшутить как-то некорректно. Ну, какие твои ещё годы, да. Да-да-да. Ты вот ещё на работу, немного опыта, и тогда у тебя, конечно же, что-нибудь получится. Очень часто это делают, кстати, сотрудники более старшего возраста по отношению к новичкам. То есть им кажется, ну что проблемы, вот он только... Ну что, он ещё совсем зелёный. А вот у меня такой опыт, я-то понимаю. И вот это внутреннее состояние, оно передаётся через слова, через интонации. Могут упрекать сотрудника или коллегу в чём-то. Например, ты опять опоздал. Это же упрёк. А мы с вами чуть позже ещё поговорим о том, как то же самое можно сказать по-другому. По-другому. Хорошо. Или, например, у тебя всё время болеет ребёнок. Да? Но ты ничего не можешь сделать с тем, что... Ничего не можешь. Ничего у тебя происходит. А коллеги это уже как красную тряпку перед тобой трясут, да? Что вот ты знаешь маму, у которого там всё время болеет ребёнок, у которой. И всё. Это тоже может быть причиной конфликта, да? Конечно, конечно. Абсолютно верно. Например, бывает так, что вот сейчас очень популярно в социальных сетях размещать то, где ты был, как праздновал, как отдыхал. Вот такая позитивная, классная картинка. А вы задумывались когда-нибудь о том, что это может быть реальной, причиной и поводом для конфликта. Я задумывалась. И это такое поведение как раз-таки. Это один из видов конфликта генов, оказывается. Расскажи. Это, конечно, очень откровенно, но у нас программа откровенная, поэтому... Мы можем себе позволить. Можем позволить. Я активный пользователь социальных сетей, достаточно публичная личность. Я выкладываю фотографии, и, ну, если я сама прекрасно понимаю, но мне как-то на это указали, я только тогда об этом задумалась. Света, ведь со стороны кажется, что у тебя великолепно ты живёшь. У тебя вообще проблем нет вообще просто, их у тебя нет. А это не так. И человек начинает, ну, он может начать завидовать мне, предположим, или как-то негативно ко мне относиться. А что это она так хорошо живёт? И он даже не задумывается, что на самом деле ведь это просто фотография, это такая как бы, ну, обложка. Это всего лишь одна маленькая часть твоей жизни. Малейшая, да, малейшая. А на самом деле там может быть всё совсем по-другому. Да, и это может вызывать напряжение у других людей. Хотя мы все понимаем, что это картинки. Каждый же выкладывает эти фотографии. Себя красивого. Да. Но тем не менее у нас подсознательно что-то там внутри включается, и мы это воспринимаем как правду жизни. Раз мы это видим, мы это считаем правдой. Это может создавать напряжение, вот такая форма хвостовства своего рода. Да, или вот, например, совсем недавно я столкнулась с тем, да, это тоже клиентская история, с разрешения клиента рассказываю, с тем, что две девушки одновременно пришли на работу, да, то есть в одно и то же время поступили, начали работать, вроде бы одинаковую работу выполняли, но одна идёт по служебной лестнице, растёт, а вот другую никак, ни в коем образом не продвигается она. И конфликт возник между вот этими двумя женщинами, и этот конфликт перерос уже в конфликт с коллективом, потому что разделились на лагеря, что одно говорят, да, вот ты там любимица, там, да, ты умница, там, красавица, и у тебя почему-то вот получается, а вот другая тоже умница и красавица, но он у неё по каким-то причинам не получается. И обе девушки думают о том, что надо покинуть, наверное, территорию этого коллектива. Ещё раз озвучу, конфликты – это не повод увольняться с работы. Повод увольняться с работы, отсутствие перспектив, да. И здесь, конечно, вот та девушка, которую продвигают, возможно, в ней действительно больше есть внутренних душевных сил, чтобы сделать первый шаг к другой девушке, потому что очень важны всё-таки личные качества и навыки поведения. И если вы ими не обладаете, но просто не знаете, как, это нормально, то стоит пойти освоить новые знания на какие-нибудь курсы психологические, на тренинги, почитать нужные, хорошие, практические книги по психологии. Они существуют по психологии конфликта. Ну, вообще есть наука конфликтология, да? Если у неё углубиться, то очень много интересного можно узнать. Ольга, скажите, пожалуйста, вот в конфликтах всегда ли задействован руководитель, а как он может влиять на ход конфликта? Какие задачи перед ним возникают и как их, собственно, решать? Сложно сказать. Однозначно, всегда ли в конфликте задействован руководитель? Ведь конфликты бывают в коллективе. Большая организация. Но он может повлиять. Повлиять однозначно может. Если это руководитель отдела, однозначно точно может. Для этого, конечно, нужно обладать психологическими знаниями, развивать в себе психологические умения и навыки решения конфликтных ситуаций. Если же руководитель отдела втянут в конфликт, это будет сделать очень сложно. И очень часто приглашают третью сторону, который не включён в конфликт, своими эмоциями, своими интересами и своими целями. Ну, это тоже должен быть специалист, да? То есть можно пригласить психолога? Можно пригласить специалиста-психолога со стороны. Есть такая категория, да, у нас специалисты есть, психологи-конфликтологи, например. То есть они изучали эту тему, да, и они знают вообще все процессы протекания конфликта. Вот, кстати, можно я сейчас задам вопрос? Оля, скажите, пожалуйста, какие механизмы задействованы в конфликте? И вообще, как проживать этот конфликт? Ну, у конфликта есть не только механизмы, то есть такие некие формулы. Потому что конфликты могут протекать по разным схемам. Есть ещё и фазы протекания конфликта. Вот фазы протекания, они общие для всех конфликтов. Есть фаза начальная. Вот на этой фазе можно сразу же остановиться, что мы понимаем, что конфликт зарождается, и сразу же его потушить? Когда участники конфликта или хотя бы один участник понимает, что конфликт начался, это начальная фаза конфликта, то именно сейчас есть возможность его урегулировать, не подавить, не сгладить, а именно урегулировать до 80% шанса успеха. И для коллектива это очень созидательный процесс. Потому что конфликты, ведь это нельзя однозначно сказать, что это плохо. Конфликты, если они идут конструктивно, то они развивают коллектив, развивают отношения, они дают возможность понять, кто есть кто, какими сильными сторонами и качествами лично я обладаю, как участник вообще этого коллектива, на что я способен, на что способны другие. Он может вывести коллектив на новый уровень не только взаимоотношений личных, они есть в коллективе, но и на новый уровень деловых отношений, и вообще в целом на новый уровень развития. Даже организация. Всю организацию в целом, естественно. Хорошо, после начала конфликта, если мы с вами не воспользовались возможностью урегулировать то, что дальше происходит. Ну, я бы ещё, наверное, остановилась, прежде чем перейти к следующей фазе. А как узнать, что конфликт начался? Вот эта начальная фаза, чем же она характеризуется? Она характеризуется накоплением недовольства. В каждой персоналии или же вообще в целом? В каждой. Ведь что такое конфликт? Конфликт — это всегда в нём участвуют разнонаправленные и несовместимые друг с другом интересы людей или двух коллективов, цели несовместимые, мотивы, желания. Разнонаправленные и несовместимые друг с другом. И поэтому копится недовольство или у двух сторон, или у одной стороны. Но внешне это бывает трудно заметить. Бывает трудно. Но можно понять, что что-то вот как-то общение стало, не такое доброжелательное, что-то изменилось. Я чувствую, но пока ещё понять не могу. Это может быть проявлением начала конфликта. Мне кажется, хорошо, вот вы сказали, приглашаете психолога в коллектив для того, чтобы он все эти проблемы разрешил и помог всем сотрудникам. Но так или иначе, руководитель всё равно должен взять на себя ответственность и как-то изучить психологию, может быть, на курсы сходить, книги какие-то специальные посчитать. Потому что руководитель, ну хотя бы чуть-чуть, но вот этими психологическими знаниями должен обладать. Потому что не придёт такой психолог, который прям создаст невероятную атмосферу в коллективе. Всё равно многое зависит от руководителя. Естественно, знаете, есть такое выражение «рыба гниёт с головы». Поэтому если руководитель, как глава организации, не обладает нужными знаниями, а мы в начале программы сказали, что организация, она существует в трёх плоскостях, и психологическая плоскость одна из важнейших и равноценных. Так вот, руководитель может быть и не быть специалистом-психологом. Это нормально. И, скорее всего, естественно. И так и должно быть. Зато он может быть суперэкономистом. Да, конечно. Но обладая всё-таки хотя бы... Житейской психологией, да? И житейской психологией, и подкреплённой начальными специальными знаниями психологическими, он может вовремя среагировать, он может вовремя обратиться к тому человеку в организации, кто обладает такими знаниями. Ими может быть психолог, а может быть и приглашённый специалист, как вы правильно заметили. Хорошо, теперь мы с вами будем в развитии, да? Да, фаза подъёма. Фаза подъёма. После начальной фазы идёт фаза подъёма. Это когда нарастает напряжение, и люди уже начинают себя каким-то образом проявлять. Действительно. Могут начать игнорировать, могут пускать в ход какие-то колкости. Вот те самые формы конфликтогены, о которых мы говорили, люди уже начинают использовать. И уже становится действительно понятно, что доброжелательностью здесь и не пахнет. И, скорее всего, это всё-таки конфликтная ситуация. Следующая фаза какая? Кстати говоря, по поводу успеха разрешения. Действительно, на этой стадии тоже ещё можно вступать в диалог, разбираться у кого что не в порядке, и кто чего хочет. И управлять этим конфликтом. А вот третья фаза – это пик конфликта. Она проявляется как? Люди начинают открыто проявлять себя. Это открытое противоборство. То есть такая настоящая борьба психологическая. И, ну как, люди могут подставлять друг друга. Вместо поддержки, ну, пакостить по-мелкому. И вот это, наверное, самое тяжёлое, да? Это самая тяжёлая фаза, самая тяжёлая ситуация. И на этой фазе не рекомендуется никаких диалогов, потому что они здесь бесполезны. Вот представьте себе просто двух людей, которые друг друга открыто обвиняют. Ты плохой, нет, ты плохой. Да ты мне всю жизнь испортил. Но если перейти вот на личные конфликты, да нет, это ты мне всю жизнь испортил. И когда один из участников вдруг приходит в себя и понимает, что происходит, происходит разрушение полное, у некоторых появляется желание учить уму-разуму, апеллировать к совести, ещё к чему-то. В этой ситуации это бесполезно. Вот это, наверное, как раз и называется горячая точка конфликта, да? Горячая точка конфликта. Её можно назвать и так. А когда всё-таки возможен диалог? В этой ситуации диалога невозможно. Здесь нужно переждать. Дать возможность, чтобы выплеснулись эмоции. И когда начнётся спад конфликта, это как раз-таки следующая фаза, эмоциональный спад. Тогда люди уже, выплеснув энергию, отрицательную, она всегда требует выхода. А если эта фаза не случилась? То есть конфликт, он в себе, и каждый в себе держит. Ну тогда это ещё фаза подъёма или начальная фаза. То есть мы так и определяем. То есть прорвать всё равно должно? Обязательно. Ну, как ни крути, это всё равно случится. Да, это только дело времени и места, можно сказать. Если на первых двух этапах ничего не сделано, если не убраны хотя бы одна причина, не убрана конфликтная ситуация, не убран повод конфликта. То есть что-то нужно изъять из этой системы, из этой формулы, для того, чтобы она рассыпаться начала. Хорошо. Значит, после горячей точки конфликта что дальше? Идёт спад? Идёт спад. То есть люди выдали все эмоции, успокоились, выпустили пар, выдохнули, и они начинают, они могут начать друг друга слышать. И вот здесь уже диалог возможен на спаде конфликта. Я вот хочу сказать, что и вот на этом этапе не нужно бояться сделать первый шаг, потому что я это проходила. И я прекрасно помню эти эмоции, когда ты поговорил, и вы разобрались. Это такое облегчение. Ты с такой радостью на следующий день идёшь на работу, и у тебя всё как-то сразу налаживается. Поэтому, ну, это правда, это стоит того. Я ещё когда-то слышала такое выражение, открытый конфликт сближает. Вот это вот про это или нет? Когда вот вы вот все карты раскрыли перед собой, и поговорили, и как-то это объединяет. Совершенно верно. Открытый конфликт объединяет. То есть когда люди открыто поговорили о том, чем они недовольны. Есть даже такой психологический приём, который применяется в личных отношениях, в личных конфликтах. Когда говорится «меня в тебе раздражает» или «бесит» то-то. И второе «я в тебе люблю» или «я в тебе ценю» или «я в тебе уважаю». Выберите, что ближе. То есть вот проговаривается, поговорить, да? То есть партнёр слушает, потом повторяет «меня в тебе», ой, тебя во мне раздражает то-то и то-то. Тебя во мне восхищает то-то и то-то. То есть это как возможность реально услышать, что мне сказано. Потом партнёр делает то же самое. То есть вот такой диалог, он позволяет, во-первых, открыть карты. Во-вторых, обязательно, кроме минусов, которые тревожат, обязательно сказать о плюсах. То есть другой человек будет знать, что я тебя не только раздражаю, ты, оказывается, меня ещё и уважаешь. Всегда есть за что уважать и ценить. Я думаю, что вот такой подход можно использовать и в отношениях, в организации. Но при этом всё-таки важно иметь третьего человека, который будет управлять и направлять для того, чтобы не свалиться в претензии. Да, или не появились военные баталии. Да, чтобы не перейти всё-таки на личности. Что-то уже очень важно. У нас ещё есть время? Нет, уже нет. Уже нет. А жаль, потому что тема очень интересная. Я бы тоже, я сейчас сижу и думаю, я ещё хочу вот этот пример рассказать. Вот это я переживала. И времени, к сожалению. Вы знаете, тема на самом деле же очень обширная. Не зря её так любят, и она так важна. Да, Света, я предлагаю, может быть, например, Оле где-то написать всё то, что ещё мы не рассказали. И мы это выложим обязательно на наших страничках. С удовольствием напишём. Странички программы практической психологии в Фейсбуке. И у нас на сайте хоккейров.ру. Слушайте, заходите. И мало того, что там можно вопросы задавать, комментировать, в том числе можно послушать и те программы, которые уже были. Уже были. Ну что, я благодарю вас. Спасибо вам большое за сегодняшнюю программу. Мне было очень интересно. Спасибо большое. Вот отлично. Ну что, с вами была программа практической психологии. Сегодня в гостях шеф-редактор нашей радиостанции Светлана Удельная, а также психолог, практикующий психолог, психотерапевт и преподаватель Ольга Счастливцева. Благодарю всех за внимание. Мне было очень приятно. Ну а мы вам желаем бесконфликтной жизни и хорошего настроения. Удачи. До свидания. До свидания.